МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать на канале. Продолжаем собираться в длительную экспедицию, но она не очень длительная, где-то неделя, но все равно интересно, что из этого выйдет. Будем снимать, выкладывать. В этом ролике речь пойдет о зимней попытке после больших снегопадов забраться на одно лесное урочище. О неудачной попытке. И о том, как мы повторили этот выход, только уже после того, как снег сошел с ребятами. Вот. Посмотрите то, что было. Не усидели мы дома. Безумству храбрых поем мы что? Песню. Песню. 18 февраля. 18 февраля сугроба по поясу возле дороги. Вчера была очередная серия снегопада. Ну да. Но дома не усидели. Есть там еловничек один, вот там, который стоит сейчас на краю бывшей деревни, которой тоже уже нет. В 19 веке не было. Да, в 19 веке ее уже не было. Есть шанс под елками найти какие-то пустоты, где можно поискать. Потому что так, конечно, без вариантов. Ну, в общем, развлекаемся. Ага. Сейчас прощенное воскресенье, поэтому просим прощения у всех. Кого обидели, вольно или невольно. Вот так вот, да. Вот. Сейчас полезем в лес. Будем смотреть, что там. Так, друзья. Снеговик. Да. Поразительный лес. Красивый. Короче, скажу я вам. Это трэш. Это жопа. То, что мы задумали. Сейчас вот здесь проходили. Это типа болотинка какая-то. Реально по жопу, блин, снега. И так приходится лезть. Пролезли от машины, ну, метров 200, наверное, от силы. Пофигели уже. Но будем лезть дальше. Дуй, конечно, полное. И солнце светит. Красиво? Ну, что, хреново мне не было. Ладно. Друзья, вылезли мы из леса. Потерпев неудачу, в общем-то. Просто снега по поясу. Под деревьями снега выше колена. То есть физически перемещаться по лесу с приборами. Ну, я бы сказал, не очень. Пролезли мы всего метров 400. Офигели напрочь. И вернули с ним. И решили заканчивать. Да, что-то. Потому что это все безумие. Встали как собаки. Поедем понемножку. Куда-нибудь. Вот, и то, что стало. И вот так стало два месяца спустя. Снега нет. Ничего нет. Мы углубляемся целой бригадой. Посмотрите, друзья, красота какая. Лес растаял практически весь. Под елками еще есть снега немножко. Ну, уже, конечно, классно. Земля мягкая. Под такой толщей снега лежать. Куда-то все разбежались, разбрелись. Идем туда. Там в лесу был старый урочище. Битая, скорее всего, мы, как бы, дороги в основном смотрим. Пока ничего нет. Так, и так, распечатали, наконец-то. Первый сигнал. Два царик. 61 год. Сашка распечатал. Нормально. Вперед идем. Лезем. Совет. Итак, друзья, до Брелима, до урочища. До этого. Вот здесь. Среди этого прикольного лесочка. И стояли дома. Ну, конечно, естественно, все здесь перекопано. Ямы не закопаны. Паразит. Пуга, гирька. Сломанная, к сожалению. Идем дальше на перекресток дорог. Да тут дойдем, включусь. О, прикольно. Короче, уходим отсюда. Не оправдалось ничего больше здесь пока. Идем в левой стороной леса. Вот здесь тоже дорога шла в сторону поля. О! По-моему, манера, да? Царская. Вот, слушай, это не Павлика, я двушка. Вот из-под бревен очень часто. Павел. А, это, наверное, копейка. Сейчас. Копейка, копейка. Ложили дужку. Не пойму. То ли дужка, то ли копейка. Ну, что я распечатал, ты и долбишь. Держи. Они любят под деревьями под этим валяться. Хорошо. Две копейки. Писи 800 первый. Дужка все-таки отличная. И это в зачет. Вот, она, кстати, может быть живая, Павла, они хорошо сохранят. Да, быстрее. Не сохраняй. Слушай, ну, блин. Отлично. Вот так вот. Битая, перебитая. Ага, вот и перебитая. Ладно. А из ямки еще что-то пипикает. Будем снимать онлайны. И теперь еще давай двояк. Есть? Он все как-то странно отдает. Ну, я же не знаю. Как всегда, из-под бревна. Дай пином. Смотри. Ладно, сейчас из достанем, что включусь. В той ямке не было ничего, к сожалению. Больше. Вот такая штука дальше вывалилась. Чего знать, что-то такое. Какая-то украшалочка. Вот. Ходим, бродим. Ходим, походим. Так, вылезли из лесу. Он что-то десюнчик поднял. Обыкновенный. Обыкновенный. Рамочный. Со штыка. Ну, да. О, хабарница. А вон у нас тетя Люка там бомбит. Поле. Сейчас еще там походим. Так, нечастые сегодня сигналы. А, да, вон. В РПшечка выскочила. Сейчас мы нас прячем. А, и верхушка от колечка. Да, да, да. Вот, мыть, посмотреть, что там будет интересно. Ладненько. Что там у наших товарищей? Непонятно. Ладно. Так. Очередной зеленый кружок. Неведомый. Похоже на копейку Александровскую. Что там у наших сотоварищей? Пока непонятно. Сигнальчик. На свет появился. Появился. Сложно сказать. Зеленый кружок. Здесь такие иногда петрами оказываются. Ой, ладно. Не, он знает. Может быть, запросто. Так. Кусочек крестика у нас выскочил. И зашмыганная чешуйка. Непонятно чешуя. Просто чешуя. Чешуя номинал одна штука. Идем дальше. Сейчас непонятный сигнал был абсолютно. Бедного, знаете, как завернуло. Телевичок, походу. Жалко. Ну, ладно. Попробуем. Может, ушка нет одного. Еще не ушка. А может, целенький. Непонятно. Завернутый. Ну, посмотрим. Тогда-то убежали окончательно. Прилетели. Куда-то. Друзья, нашел такую штучку. Интересно, сейчас попробую снять. Не знаю, что это такое. Осколок. Пойдет. Возвращаемся к машине уже. Пора ехать. В общем, так, ломку сняли неплохо. Так, друзья, откопались сегодня. Ходили пять часов. Три из них по лесу лазили на урочище. Но оно битое, естественно. На дорогах там практически ничего не нашли. Ну, два часа по полю по-нашему. Походили по-любимому. Чешуя, ВРП-шка. Ну, медные монеты какие-то подняли. У Димыча еще одна чешуя. Да, уже не буду их снимать. Там ничего такого интересного в принципе нет. Но душу отвели. Ладно, следующее включение уже будет, скорее всего, из нашего запланированной поездки. Там посмотрим. Может, еще что по дороге поснимаем. Ладно, все. До скорых встреч на канале. Вот как-то так мы сходили в этот раз. Ладно, спасибо за просмотры. Подписывайтесь, кому интересно. Всем пока.